Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, чай есть любой, не только черно-зеленый там и всякие со вкусами есть и Валера, Динамикс там и так далее, фито-чаи тоже все есть. Короче, круть вообще. А еще знаете, что прикольно? Вот там вот ходишь, короче, между рядами и на полках просто тьма, тьмущая продукта. Просто ходишь и... Грижопов, наверное, штук 200 просто на полках сразу лежит. Бери, не хочу. И очень вкусный кофе. Офигенно вообще, офигенно. Правда, находится немного в жопе торгового центра. Ну, здесь рядом детская зона, где детские всякие развлекухи, там всякие аттракционы, зал бильярда рядом. Ну, как-то так далеко от входа идти сюда. Вот это мне понравилось и нету опознавательных знаков. Ну, типа, вот, хочешь найти НЛ-100, иди туда. На схеме вообще по-дебильному написано, что первый этаж, а на самом деле на втором. Короче, мы еле нашли. Но нашли. Вот. Если мы нашли, значит, и все остальные люди найдут. А главное, стаканчики классные с надписями. Да. Очень прикольно. Заберу домой. Помою, высыпаю, заберу домой. Не могу. Я не знаю. Не, у кого-то, может, сиськи от природы. Куда-то, знаешь. Не, я не знаю, кто это такие. У меня и не знакомые они. А кто же думает, что там девочки какие-то? Ну, может, там звезды. Кто-то, конечно, не могу. Где на работе? Кто захочет, тот найдет. Да, я тоже думаю, ну, вот, кстати, я на первом этаже спросила у девушки, она мне сразу... Ну, я спросила, НЛ-100 где? Я, знаете, боялась спросить, думала, но, может, не знают, что это такое. Вот я у нее спросила, где НЛ-100, она говорит, на втором этаже, возле кинотеатра. В прошлый раз я вообще-то в альфа-банке когда-то был, здесь люди знают все, что такое НЛ-100. Понятно, в Краснодаре знают все, что такое НЛ-100. В альфа-банке знают, что такое НЛ-100. Какой день ты, типа, открыть, я говорю, что, типа, делать? А я ему не знаю, как объяснить, типа, ну, как бы, мы сетевой маркетинг, типа. Ну, типа, там, что это, как это, там, ну, говорю, ну, НЛ, НЛ, знаете, может. Ну, а, да, да, типа, НЛ. Но, вообще-то, Ром, если ты не знал, то Альфа-банк наш партнер, поэтому, естественно, они нас знают. Не все, я думаю, все отделения, все сотрудники, думаешь, не знают. Ну, все отделения, все сотрудники нет, а все опытные, нормальные, вот, как профессиональные сотрудники банка, они, естественно, знают партнеры. Вот. Так, за сколько доехали? Доехали за... 6. 6,5. 6,50. Да нет, 6,40. За 6,40 с остановками. Да, было 4 остановки. 4 остановки. Где-то за 6, если без остановок. Ты стаканы собираешь? Да, вот, стаканы собираю, на этом и зарабатываю. Вот так собираю стаканы, и, короче, и мне подарили Мерс. Соберю 100 стаканов, получишь Мерс и Мерс. Сейчас. Жаль, что в Симферополе нет магазинов. В Симферополе как раз-таки есть магазин. Отличие только то, что ты не ходишь с тележкой, а говоришь мне с полочки вот это, вот то, вот то, вот то. А так суть та же самая. Здесь на кассе ты тоже говоришь ID свой и расплативаешься либо наличкой, либо картой, либо там с внутреннего счета. Суть та же. Просто то, что тут вот полочка. Здесь сам берешь, там нам дают... Сам просто набираешь, да, в тележку. На самом деле не вижу смысла расстраиваться. Это значит, что нам в Крыму есть куда еще работать. Вот когда у нас будет, как в Краснодаре, хотя бы 10-15 Мерседесов, вот тогда у нас тоже вот такое появится. А у нас их пока в Крыму всего три выданных. Поэтому поле непаханное в Крыму. Давайте все работать. На Красную площадь не собирайтесь там, как наших 10 меганомов. Вы про Москву, что ли? Нет, нет, в Краснодаре Красная площадь. Есть Красная площадь? Да. Нет, не собираемся. Вообще Рома мне говорит, что уже мы полчаса назад должны были домой уже уехать. Сейчас назад. Какой? Ой, треснул. Треснул стекло полдня назад. Уже 6 часов. Так, покажите магазин. А где это я прослушала? Да в Краснодаре, в Краснодаре. В Симферополе не всегда все в наличии. Пишите мне, у меня всегда все в наличии. Если вы клиент, то для моих клиентов всегда все в наличии. Здесь, кстати, тоже не все есть. Здесь нет дефицитного вкуса ваниль-карамель, но у меня он есть. И нет зеленого драйна, но у меня он есть. Все? Классно в Краснодаре, да. Еще очень вкусный кофе. Почему я редко пью кофе? У нас такой вкусный кофе, а я его редко пью вообще. Раз в месяц. Нет, ну тут в кофеварке делают. Это не то, что ты дома с чайника заливаешь. Надо купить. Да, кофемашину. Не, ну не вот такую же. Нам такая надежда нужна. И, блин, ты воспользуешься раз в неделю, по-моему, в смысле. Так, может, чаще будем. По утрам будем такой вкусно кофеечек заваривать. Слушай, 100 человек смотрит эфир. А что там на красной... Почему? Тупой вопрос. Внимание. Тупой вопрос вообще. Глупый, ужасный. Почему не хочешь покрасить машину, чтобы не было букв? Я эти буквы... Вот хоть всю машину бы облепила бы. Я горжусь этими буквами. Хочу, чтобы их было видно всем. Я даже думаю налепить оранжевые буквы, потому что серые не так заметны. Горжусь тем, что на моей машине написано НЛ. Понятно? Поэтому я не хочу. Это не красная. Если что, да, не красная. Можно отлепить. При желании это вот так вот. И отлепилось. Люди вообще. Так и есть. Короче. На Красной площади что там вообще на этой крае? Это торговая зона какая-то просто там... Посмотри, имя человека, задавшего этот вопрос. Да это мадам уже не первый раз задает вопросы. Я же поэтому так и сказала. Вы что думаете? Я первый раз вижу такого рода вопроса отсюда. Не дерзи овца. Написала мне. Ну все, дорогая плодячица. Очередной раз. Зачем закрашивать буквы? Гордиться надо. Вот я это и говорю. Супер, товарищи, у тебя умничка. Вкусно. Ха-ха-ха. Да, умничка. Не помню. Снимают люди ничего. Слышно? Да в Краснодаре. Сколько лет водишь машину? Права у меня уже 5... Не знаю как. 5 лет. Да, да. Вожу 2 года. Вот так прям регулярно, без остановки. Что такое? Не воно. Да, ну ты... Ты говорила, если отлепляешь, то сама платишь за МЭРС. Как они проверяют? Ну, может быть, я такое говорила, я не помню. Ну, я не знаю, как проверяют. Не вижу смысла узнавать. Это торговый центр Красная площадь. Там около 120 магазинов. Машина крутая. Да, да, я ее люблю тоже. Мы были в этом. В галерее заехали. Я там заехала в 2 косметических магазина. Не дерзи, овца. Ну, ты сучка такая, блин. Ладно. Машина крутая, клубника сочная. Конечно. Галерея малюсенькая. Ну, как бы у нас нету цели сейчас пройтись по магазинам. Поэтому, ну, хоть она малюсенькая, хоть большюсенькая, вообще без разницы. В Казахстан не собираешься? Нет пока. Конечно, побывать хотелось бы везде. Но нету такого в планах у нас. Как быстро отвлечься и забыть бывшего мужа? Не знаю, у меня такого опыта не было. Попробую найти нового мужа. Как Пермь. Не знаю, как Пермь. Привет из Киева. Привет Киеву. Слушайте, ну, 100 человек смотрят эфир и просто даже не задаете вопрос. Единственная вот эта вот плагиатчица с копией на мой ник смогла выдавить из себя вопрос. Что такое? У тебя такие глаза красивые. Спасибо. Какой рост и вес? Рост 163 сантиметра, вес 48. Я один раз видела в Петропавловске черный мэрсенель. Это Казахстан. В Казахстане много мэрсов уже. Как тебе магазин в Краснодаре? Понравился. Я в начале эфира рассказывала. Очень понравился. Очень здорово, что здесь огромная вот эта вот площадка для проведения встречи. Вот та вот клевая, которая за стеклом. И клево, что в магазине дофига продукта на полках. И в Симферополе уже есть магазин Enel. Он точно такой же, как здесь. Просто там не ходишь с корзинкой, а показываешь пальцем, что тебе нужно. Но суть такая же. Покажи, пожалуйста, магазин. Вот он. Ну, я в сториз вроде уже попыталась немножечко показать. Вот, вот как он выглядит. Глядите, сколько смартов там. Вон, касса. Вот, короче, здоровый. Там все есть, все стоит. Как муж сделал предложение. Встал на колено и сделал предложение. Тоже хотелось бы этим заняться. Пиши мне в WhatsApp. Где в Симферополе этот магазин? Карла Маркса, 34. Если захотите что-то купить, ID используйте для покупки тот, который у меня в шапке профиля. 007-65-14-95. Сколько получилось за первый месяц работы в Enel? 11 тысяч рублей. Я вчера, кстати, на этот вопрос отвечала в сториз. Здравствуйте. Если будет. Что если будет? Скоро прям гипермаркет там будет. Да. Надка-мармеладка. Любая, так жалко, что я не согласилась раньше прийти в Enel. У меня тогда был один ребенок и больше возможностей. Сейчас у меня двое детей. Жуть как хочется и стараюсь. Знаете, я знаю, что есть девочки, у которых 3-3 детей. И они закрывают высокие квалификации. Причем матери-одиночки. И все нормально у них получается. Поэтому я думаю, что если ты сильно хочешь, то у тебя все получится. Вообще, у человека, если есть цель, желание, и он делает определенные действия по направлению к ней, то все получается. Люба, коктейли там тоже делают, как кофе и чай. Да, да, да. Сейчас покажу. Цены покажу. Так, это вот чай и кофе. Мармелад, батончики, микс батончиков. И вот с другой стороны смарт на воде или молоке. Садится телефон. Это баночные вкусы, это смарты. И прот еще можно. Прокиньте, прот тоже можно заболтать. Очень круто. Вот, видите, стоят такие блендеры, в которых взбивают. И все, получаешь готовый коктейльчик. Придете, Клюбочка, машину забрали? Да, да мы забрали ее там, через 40 минут уже мы были в ней. Там все легко и просто. Если будут магазины везде, то в чем будет заключаться ваша работа? Так, в магазине купить можно только по идее. Она вот по-прежнему заключается в том же работе. Неважно, будет 5 магазинов или один, или не будет вообще. Чем больше магазинов, тем больше возможностей людям прямо возле своего дома пойти и купить продукт. Но тем не менее, сделать покупку на свой айди, а значит этот айди пойдет в товарооборот структуры, и значит человек получит за него деньги. Суть нашей работы никак не меняется. Что покупаешь в Краснодаре сейчас? Сейчас ничего, пью кофе, ем батончик, провожу вам прямой эфир и выезжаем в Синф. Сколько в Краснодаре штрафов? Штрафы по России вообще одинаковые, ребят. Странный вопрос, уже не первый человек сегодня задал. Но первая девочка, она вроде как перепутала то, что она спрашивала. Эвакуатор может быть разную цену, потому что у нас в Симферополе, например, 3000, здесь 2250 заплатили за эвакуатор. А штраф везде одинаковый. Штраф за парковку на месте инвалидов 5000. Самый большой же за неправильную парковку, это именно тогда, когда ты паркуешься на месте инвалидов. Я это знала давно, еще полтора года назад, когда меня первый раз штрафнули за неправильную парковку. Вот тогда я узнала, какие расценки на штрафы за неправильную парковку. С тех пор я не нарушала, я всегда старалась парковаться в нужном месте. Сегодня знак мы просто реально не заметили и смотрели реально на разметку. Разметка обычная, нет никаких... Но мы в Симферополе привыкли, что там, где инвалидное место, там возле каждого инвалидного места, во-первых, знак стоит, и еще и краской нарисован значок «инвалидное место». Вот мы к этому привыкли, мы даже не догадывались, что мы что-то нарушаем. А прикиньте, мы выходим с банка, идем, проходим улицу, а машины нет. Мы начинаем втыкать и думать, блин, мы забыли, где мы припарковались, идем дальше. Я говорю, да нет, мы так далеко не парковались, пошли назад. Короче, трындец был, но нашли самое главное. Или провожу встречу? Нет, просто приехала посмотреть. Хочу в НЛ, но почему-то боюсь. Абсолютно нормальное чувство, бояться чего-то нового. Но вот пока ты не попробуешь, не узнаешь, получится у тебя, не получится, работает это или не работает. То есть я тебе могу расхваливать компанию сколько угодно. Я ее люблю, я ее обожаю, у меня есть огромный опыт здесь. Но проверить ты это сможешь только сама собственно. Поэтому приходи ко мне в команду и узнаешь, что это не так все страшно. Расскажи про НЛ. Девочки, меньше 10% осталось у меня зарядка. Сейчас я чувствую, что он вообще выключится. Офигенно, офигенно, вообще супер. Можно приводить людей на встречу и сразу тестить. Да, вообще, вот это круто. Мне прям вот эта вся площадка нравится. Как дорога? Отличная дорога, ничего себе. Я вам директ написала еще вчера. Ребятки, вот настолько много было сообщений, что я успела разгребсти директ, поотвечать всем. В директ я всем ответила. Вам я, значит, тоже. Я вас, скорее всего, в WhatsApp отправила. Но в WhatsApp просто не всем еще успела ответить. Вот сейчас мы садимся в машину, начинаем двигаться, и я буду отвечать в WhatsApp всем. Вы умница и красавица. Спасибо большое. Пропустила про машину. Все хорошо, все отлично. За 40 минут мы забрали машину. Как люди становятся менеджерами? Большая часть против НЛ. Да бред это все. Большая часть ленивая, ленивые какашки. Вот и все. А как становятся менеджеры? Да берут, просто решают, что... Понимают, что их жизнь зависит только от них, а не от общественного мнения. Люди, которые там против, по-вашему, они вам денег не платят, отдыхать вас не возят. И их мнение, оно абсолютно никак не обоснованное и непонятно о чем. Люди, которые против, они даже не знают, против чего они вообще. У них просто там какой-то стереотип непонятный, навязанный. И вот это вот они против. Просто есть люди, которые адекватно это все расценивают и идут в НЛ. Вот так становится менеджером. Подскажи, пожалуйста, когда в Крым поехать первый раз, спокойный отдых. Это надо долго рассказывать. По поводу парковки рассказала. Под постом поставил плюс. Мне так никто по итогу не ответил. Не может быть такого. Скоро эта большая часть будет в НЛ. Правильно, Люда, правильно. Сколько времени из Симферополя до Краснодара ехать? Мы доехали за 6,5 часов с остановками. Да, мы припарковались не там. Короче, я останавливаю прямой эфир, сохраняю, чтобы он хотя бы сохранился. И вы могли пересмотреть то, что я рассказывала. Все, друзья, по работе пишите мне в директ или ватсап. Я буквально там в течение получаса-часа буду уже, мы будем ехать назад в Крым, и я буду всем отвечать. Все. Спасибо за то, что аж 100 человек посреди белого дня нашли время посмотреть мой эфир. Очень радует. Среди белого дня сидите вообще замечательно. На улице белый день. Вы живете в 12-м доме в третьем подъезде? Нет. Нет.